всем привет меня зовут даша его на моем канале о вязании и как вы уже поняли по названию и по превью видео сегодня у нас будет экспресс мастер-класс несколько девушек попросили меня снять этот мастер-класс я предложила его я его думала снимать не снимать и так как вам понравилось это изделие я решила все-таки сделать небольшое минут на 20 надеюсь объяснительное видео поэтому по этой футболке чтобы вы смогли себе в августе связать такую же потому что вяжется она неимоверно быстро и не требует какой-то супер редкой пряжи и сейчас я вам для начала хочу рассказать про пряжу которую я использовала в этом изделии про инструменты и потом мы пойдем по техническим характеристикам для этого изделия я использовала пряжу yarnart style в цвете номер 677 и по характеристикам это пряжа такова 67 процентов хлопка 33 процентов из козы 50 граммов 185 метров и в рекомендуемых рекомендуемых крючках и спицах стоит троечки но я вязала на на крючке две с половиной а наборный край делала на крючке тройки у меня по расходу на это изделие на мои параметры на 42 размер я вам далее покажу полностью параметры этого изделия ушло будем считать 250 граммов с небольшим остатком то есть упаковки из пяти моточка вам будет достаточно связать такую футболку на 42 размер по расчетам которые я вам сейчас предоставлю если вы большего размера вы можете также по моим расчетам грубо говоря просто расширить это изделие и там удлинить его сделать длинные рукава например как вам будет удобно и и прочее но тогда уже и расход будет больше мне кажется если имея две упаковки этой пряжи yarnart style то можно связать наверное не сильно длинное платье то есть немножко удлинить рукав чтобы он был такой три четверти думаю и платье что чуть выше колена у нас точно получится мне кажется будет очень красивое платье теперь я думаю о таком платье и изюминка этого изделия то что у него вот такая вот интересная горловина то есть вырез горловины у нас в образный и сверху он закрывается вот таким вот воротом я вдохновилась этой идеей на пинтересте и подумала почему бы и не сделать такое летнее изделие будут смотреться очень гармонично и давайте сейчас я вам потихонечку буду рассказывать как я это делала начну я с того что я вам покажу параметры изделия то есть вот так у меня по сантиметрам выглядит изделие то есть ширина изделия а у меня 40 сантиметров длина изделия от самой высокой части вот грубо говоря от края ворота 55 сантиметров c это у нас полуобхват рукава 16 сантиметров д длина рукава от горловины то есть не включаем сюда вот эту вот обвязку резиночкой 27 сантиметров и это у нас горловина 16 сантиметров и f это у нас глубина выреза то есть глубина выреза у нас 16 а 15 с половиной сантиметров скажу вам сразу что вырез достаточно откровенный то есть не всем он подойдет и я вам расскажу как лучше сделать если вы хотите там поменьше этот треугольник или наоборот побольше и далее как у нас будет проходить с вами вязание мы берем с вами для начала работы крючок номер три вязать мы будем основным два с половиной берем крючок номер три и набираем цепочку из воздушных петель как выглядит у меня мой реглан сейчас я вам его покажу то есть реглан выглядит следующим образом мы будем вязать сначала полностью изделие а потом будем привязывать к нему грубо говоря воротник и как это будет выглядеть на самом деле то есть мы с вами берем за основу классический реглан то есть мы отвязываем образец и с вами рассчитываем количество петель которое будет комфортно нам для реглана для горловины так сказать чтобы у нас проходила голова и прочие нюансы и вязать мы будем следующим образом то есть для начала я расскажу вам ну про свой реглан то есть я набирала 132 петли точнее не набирала а рассчитывала 132 петли на реглан на обычный классический регланчик и из этого реглана я рассчитывала по одной петле регланных линий я вам потом подробно покажу как я отвязывала эту регланную линию это прям очень простая регланная линия как раз таки подойдет для новичков и достаточно красиво смотрится 132 петли и делим на 3 у нас получается 44 петли то есть у нас получается 44 44 и на рукава 44 ну ровно рукава мы можем сразу поделить то есть у нас получится по 22 петли то есть на рукава мы с вами возьмем 22 22 44 и здесь у нас получается 44 44 я предлагаю рекламные линии взять не из рукавов а рекламные линии взять из переда и спинки то есть 44 минус 2 42 42 таким вот образом если у вас грудь большая комплекция у вас не большая как таковая то есть какой-нибудь 44 размер срок 6 но у вас крупная грудь что делать в этом случае я предлагаю вам перекинуть петли то есть спинку сделать меньше перед сделать больше для этого вы просто забираете грубо говоря отсюда например ну давайте возьмем 6 петель отсюда и принесем их сюда то есть у нас получится здесь 48 здесь 36 петель и так у вас не будет каких-то таких значимых проблем с грудью чтобы не оттягивала слишком изделия что мы с вами делаем дальше наборный край мы не по когда мы наберем петли а набирать мы будем не сто тридцать две петли а сто тридцать две минус 42 мы будем набирать 90 петель почему мы будем набирать 90 петель потому что мы будем формировать вот эту горловину как раз таки то есть мы с вами начнем вязание где-то ну грубо говоря вот с этой точке мы наберем вот этой точке мы наберем 90 петель и остановимся и первый ряд мы просто про про вяжем неделя пока на реглан просто как установочный я обычно его так называю установочный ряд почему-то не знаю мы провязываем этот установочный ряд чтобы он уже крючком два с половиной набираем крючком троечкой чтобы не было стянутости как раз таки этой горловины когда мы будем потом довязывать резиночкой там и провязали первый ряд мы будем с вами вязать них не по кругу так как вот эти 42 петли мы вообще в набор не включаем 42 петли грубо говоря у нас с вами идут как раз таки на горловину на формирование далее мы делим вязание на части реглан то есть мы в первую петлю она уже мы будем с этой стороны мы разворачиваем вязание в первую петлю мы делаем двойной прибавку то есть мы делаем у нас идут петли таким образом мы закончили ряд добрали 3 петли подъема так как мы вяжем столбиками с одним накидом и вот в эту петлю то есть не вот в эту вот в эту петлю мы провязываем столбик с накидом столбик с накидом то есть мы даже сделаем с вами вот так в одну петлю ну вот тройная прибавка это мы сформировали с вами первую регланную линию то есть прибавка будет именно такой я вам дальше после объяснения сейчас покажу как ее провязывать далее вы провязываете вот эту петлю вы не считаете это у нас получается первая петля как раз таки вот этой и петля в котором мы провязываем регланную линию потом вы провязываете 22 петли в следующую петлю 23 вы провязываете также три петли из одной сорок две петли сорок третью три петли из одной и заканчиваете ряд и добираете цепочку три воздушные петли как мы будем строить наше вязание дальше если мы будем таким образом продолжать каждый раз край что крайняя петля у нас будет прибавкой у нас просто будет расширение полотна и вылез будет ну не v-образный как мы хотим увидеть его то есть он будет идти не меня конечно художник еще тот не таким образом а просто на расширение у нас с вами стоит у нас с вами стоит задача сделать как раз таки одновременно расширение и заужение точнее расширение здесь вот расширяя вот эту и расширяя как раз таки рукав и чтобы у вас не было просто ровно мы будем делать прибавку еще по краю то есть как это будет выглядеть мы с вами будем я вам покажу сейчас на примере сразу я отвязала вот такой вот небольшой образец и сейчас на его примере вам как раз таки это покажу то есть вы связали первый установочный ряд потом связали ряд где вы делите на регланной линии вот она моя рекламная линия 3 петли из одной вы дошли до конца ряда будем считать что вот это наш вот это вот место как мы поступаем дальше мы набираем 3 воздушные петли переворачиваем вязание и в первую петлю то есть у нас вот здесь вот получается с вами 3 петли в одной вот так будет и в первую петлю мы с делаем прибавку таким образом то есть мы делаем прибавку далее у нас будет идти центральная петля из трех в центральную петлю это это петля регланной линии вот как раз таки то единичка как про которую я вам рассказывала вы будете вязать всегда три петли из одной то есть вы будете его делать 3 столбика с накидом в одну петлю и таким образом его у вас будет расширяться вот сюда изделия и идти аккуратно регланная линия я провязываю с вами до моей грубо говоря регланной линии так это выглядело бы у нас если вот начало ряда считать это то есть сюда мы сделали бы прибавку среднюю петлю мы с вами провязали бы три петли из одной без всяких воздушных петель просто три столбика мы провязали бы так и и дальше вы вязали до следующей регланной линии прибавки на реглане мы будем делать в каждом ряду то есть в каждом ряду центральную петлю вот эту мы будем в делать в нее вот эту прибавку и в конце ряда и в начале ряда мы всегда будем делать с вами двойную не двойной а обычную прибавку то есть грубо говоря это с этой стороны мы прибавили потом в конце ряда вот с этой стороны мы будем прибавлять и у нас будет расширяться таким образом вот это вот место так как у нас с вами идет 42 петли то вязание вязание вот этого выреза закончится как раз таки и тогда когда мы прибавим с вами 42 петли которые мы не добрали до горловины то есть по факту вы как будто бы вяжите какую-то кофточку своеобразным вырезом делая постоянно прибавки регланом то есть в каждом ряду вы делаете прибавки вот по этому месту и прибавки в регланах и таким образом вяжите вяжите до какого момента я сейчас скажу сколько рядов реглана провязывала я в моем случае то есть я провязала я провязала 18 рядов до конца выреза то есть 18 рядов реглана и вот у меня как раз таки потом сходится между собой этот угол но как я сделала на углу сейчас я вам покажу поближе чтобы вы поняли как у меня оформлен уголок то есть я сделала здесь две петли вместо одной потому что одна петля достаточно оттягивает и делает какой-то такой некрасивые вот дырочки делает и прочее две петли смотрится очень красиво поэтому возможно у вас будет прибавлено одна петля всего лишь теперь будет шире чем спинка на одну петлю когда вы провяжете реглан то есть 18 этих рядов реглана у вас станет вопрос когда же мы будем с вами делать подрезы и когда мы будем с вами формировать росток своем изделии я не формировала росток потому что как бы смешно это не звучало я забыла это сделать но вам я сейчас об этом расскажу то есть мы с вами довязываем до места где у нас должны быть подрезы то есть мы довязали 18 рядов закрыли с вами горловину и потом мы провязываем с вами еще три ряда с регланными линиями с прибавками до подрезу и останавливаемся не соединяем нам нужно будет с вами провязать по спине азиатский росток то есть не мы не будем на расширение этот азиатский росток провязывать а провяжем просто несколько рядов то есть по спине вы можете либо взять другую ниточку либо отрезать ниточку с начала ряда но я брала другую ниточку чтобы слишком много кончиков не создавать и привязать по спине просто поворотными рядами от реглана к реглану 4 ряда 3-4 ряда оптимальное такое значение 3-4 ряда этого ростка и после этого вы уже можете сначала ряда то есть у меня ряд начинается где-то в этом месте то есть если у вас будет тоже сказать по боку идти начало ряда то вам вообще не придется даже отрезать нить вам просто надо будет несколько раз туда-обратно провязать отряд по спине и сформировать таким образом росток чтобы для чего мы вяжем росток чтобы эта горловина не тянула нам горло то есть она приспустится немножко вниз и будет просто красиво сидеть на шее далее когда мы с вами провязали этот азиатский росток несколько рядов мы сможем мы можем с вами уже формировать подрезы и делить на рукава и тело чтобы это сделать на подрезы я оставлял не оставляла добавляла 6 петель то есть мы с вами провязываем так сказать круговой ряд до сюда заканчиваем его не тем что продолжаем вязать регланную линию а набираем 6 воздушных петель это будет наш подрез на рукав то есть мы провязываем 6 воздушных петель с этой стороны и с этой стороны соединяем со спинкой и у нас получаются отдельно наши два рукавчика но они у вас будут коротенькие конечно же потом вы будете довязывать по своему усмотрению сколько вам будет нужно и если у вас ограниченное количество пряжи как рекомендую сделать я рукава это не сильно значимый какой-то момент то есть если вы волнуетесь что вас вам не хватит пряжи на длину изделия лучше провяжите несколько буквально два-три рядочка с двух сторон рукава то есть не такой какой вы хотите а именно вот два-три рядочка чтобы вот прикрыть так грубо говоря и вяжите вниз тело когда тело станет комфортной длины для вас который вы хотите вы спокойно сможете из остатков довязать себе рукава я так делала то есть я думала что мне не хватит и поэтому сначала отвязала немножко так немножко здесь и гнала вниз пока не закончила до на том моменте который меня устраивало довязывала потом рукава кончиков это создает конечно больше но так больше уверенности что получится какое-то нормальное по посадке изделия но не будет как кроп-то пышком длинное какое-то изделие но также учтите что если вы будете вязать из ярмар стал он немножко тянется то есть он составе имеет вискоза вискоза у нас как мы все знаем она тянется и приноски и после стирки так что будьте внимательны с этим так таким образом мы с вами свяжем грубо говоря полностью тело и полностью рукава какой еще момент нас ждет впереди когда мы полностью закончим наши реглан у нас получится просто свет ручка своеобразной горловины то есть как мы как обычно и нам надо будет сформировать с вами вот как раз таки вот этот как я его называю чокер как мы это будем делать мы полностью с вами закончили уже все остальное обрезали можете даже позаправлять ниточки примерите и понять уже подходит вам не подходит и мы с вами начнем связывать горловину как мы будем вывязывать с вами горловину по петлям которые мы набирали то есть мы набрали 95 крючком номер три и по этим 90 петлям и просто провяжем первым будем провязывать ряд столбиками с накидом но будем делать убавки потому что достаточно широкий получается горловина а так как вот эта резиночка она эластичная можно немножечко подсузить как делала я провязывала две петли столбиком с накидом и потом делал убавку две петли убавка две петли убавка и так я взяла первый ряд когда я провязала этот первый ряд я набрала вот здесь вы можете набирать не 42 петли то есть вам не обязательно эти 42 петли возместить в в чокере потому что нам нужно поуже горловинку мы здесь вот с вами доберем 25 петель не 42 25 то есть 25 наберем цепочкой и соединим здесь так сказать в круг и далее мы с вами провяжем просто первый ну точнее уже второй у нас получается ряд столбиками с накидом чтобы начать формировать вот этот вот узор сейчас я вам покажу как формируется этот узор то есть вы закончили ряд я вам покажу на том же самом образце чтобы было понятно тут более-менее крупная вязка такая набирайте 3 воздушные петли на у вас у грубо говоря это все по кругу вы понимаете и провязываете следующим образом то есть первую петлю вы будете делать как и на самом деле не помню как это правильно называется пышный столбик то есть вы заводите под петлю то есть обычно мы протыкаем вот здесь а вы заведете вот так вот то есть подцепите столбик и провяжите его как столбик с накидом такой подцепленный далее вы делаете также накид и в этот раз вы не снизу будете подцеплять а будете подцеплять с другой стороны таким же образом сейчас я вам покажу переверну чтобы было понятно то есть вот так первый ряд будет сложновато а потом петли сами ложится по-удобному и вас будет получаться вот так вот как резинкой собираться то есть одну петлю вы на себя другую петлю от себя и так вы будете вязать по кругу ширина у моей горловины составляет два с половиной сантиметра вот это вот вот этого чокера это грубо говоря 4 вот таких вот или дочка 34 то есть вы смыкаете потом в круг и когда вы будете дальше продолжать вязать то есть вы перевернете у меня круг вяжется поворотными рядами если вы не обратили внимание потому что и ну я люблю поворотные ряды когда вижу по кругу крючком вы разворачиваете добираете три петли и смотрите как у вас тут уже лежат вот эти петли сразу сзади то есть уже тут понятно что вам сзади его нужно зацепить и он уже цепляется намного легче эта петля у вас спереди то есть вы ее вот даже дырочки специально побольше уже есть чтобы вы могли спокойно так делать так подцеплять и провязываете так несколько рядов вы можете сделать пошире если вам так нравится мне пошире показалось что смотрится не очень поэтому я сделал вот такую оптимальную для себя ширину вот последний петля и вот так вот у нас получается то есть также у нас выглядит это вот здесь на самом деле на этой пряжи достаточно это плохо различила сейчас я вам поближе покажу вот так таким образом это у нас получается и последний ряд вы просто закончите как ряд то есть у вас так косичкой будет обработана так у вас и закончится то есть вы можете дополнительно какой-нибудь обвязку сделать если вам это нужно я не обвязывала не здесь не по низу изделия никак то есть как у меня закончился ряд так я и оставила потому что полотно не подворачивается смотрится это красивенько почему бы и не оставить так и на этом у нас с вами закончится это изделие то есть она буквально самое простое изделие который можно предположить то есть но главный момент то есть при подрезах я забыла вам как раз таки упомянуть вам нужно будет когда вы рукав рак рукав будете выбирать эти петли не подреза а ростка эти петли ростка вы будете также поднимать чтобы грубо говоря это все лаконично и аккуратно смотрелось не забудьте главное об этом ну если вы будете вязать первый раз росток напишите мне какие-то комментарии тогда я вам подробнее объясню но это не подробные мастер-класс ростка или глава поэтому я вот объясняю уже для скорее всего более опытных вязальщиц но если вам что-то непонятно обязательно спрашивайте у меня и вот такое простое у нас изделие с вами в итоге получается я им очень довольна сейчас на лету она прям очень мягкая очень приятная и не жаркая и любить я его буду бесконечные носить на учебу думаю тоже возможно я потом повторю себе с длинными рукавами такое же изделие и на этом у меня будет все и если вам понравилось это видео мне будет очень приятно если вы подпишитесь на мой канал поставить этому видео лайк и напишите что-либо в комментариях продолжать ли мне делать мастер-классы интересно ли вам это помогает ли кому-то каких-то моментах и мне было бы интересно посмотреть какие-то вязаные изделия возможно в следующих мастер-классах я буду придумывать какие-то хэштеги этот топ я назову топ петроль потому что некоторые девушки написали топ петроль то не то по футболка футболку петроль футболку петроль мне понравилось пусть будет футболка петроль мне очень приятно что вы остаетесь со мной спасибо большое за просмотр меня с вами была я даша и всем удачи и всем пока пока